Мир вам, братья и сестры! Благослови Господь всех, каждого из вас, ваши дома и ваши семьи, обильно и щедрого имя Иисуса Христа! Как уже братья говорили, меня зовут Игорь, фамилия моя Азанов. Я проживаю в Беларуси, в городе Слуцк. Небольшой районный центр. И в этом районном центре, где Бог позволил нам жить, Бог позволил нам иметь благословение, служить тому краю, тем людям, которые находятся вокруг нас. Я несколько тезисов буквально скажу. Немножко о том деле, которое мы как церковь совершаем. И после этого поделюсь темой из Священного Писания для нашего с вами общего назидания. Мы регулярно совершаем такие евангелизационные социальные проекты. Я некоторые из них просто озвучу. Вот, к примеру, в этом году мы провели три евангелизации в канун Рождества, когда мы приглашали исключительно неверующих людей. И в молитвенном доме в нашем городе на трех евангелизациях присутствовало больше, чем 200 человек каждый раз. Иногда мы приглашаем, как правило, кого мы приглашаем на эти мероприятия, на эти служения? Мы приглашаем семьи, которые числятся в списке социального риска. Мы обращаемся к нашим чиновникам, у нас с ними такое уже достаточно долгое сотрудничество, и мы говорим, можете вы нам помочь послужить этим людям, которые находятся вот в таком состоянии, что у них катастрофа в семье, там кого-то лишили родительских прав, опеку над детьми сейчас осуществляют бабушки или дедушки. И вот в социальном отделе при нашем госполкоме или при нашей администрации города есть отдельные люди, которые вот эту заботу пекут или вот эту категорию людей опекают. И можете себе представить, уже не первый год. Не мы раздаем приглашение на евангелизацию, чтобы люди пришли в молитвенный дом, а чиновники обзванивают семьи и говорят, идите вот по этому адресу, там вам будет хорошо, там вам послужат, там вы услышите здоровую, здоровую весть, услышите здоровые слова. И вот мы уже не первый год, вот в этом году мы таких три евангелизации провели. Пригласили одну общеобразовательную школу, вот общеобразовательную школу 9-10 класс. Это старшие школьники. И вместе с учителями, которые в этих классах работают, вместе с преподавателями и школьниками, вот всех без исключения, вот этот 9-10 класс, школьники присутствовали на евангелизации, где мы говорили им о Святом Евангелии. В этом году мы реализовали такой прекрасный, на мой взгляд, проект, он назывался так «Рождество, время чудес». Мы обращались в общество инвалидов в нашем городе. Как правило, всегда есть люди, у которых жизнь далеко не сладка, тяжела и трудна. И вот в нашем городе есть такое общество инвалидов, которое охватывает семьи, где есть инвалиды. Это люди могут быть и молодого возраста, и старого возраста. И вот мы обратились к ним и сказали, «Можете вы выбрать семь семей?» И не говоря и не рассказывая, что мы желаем сделать, узнать у инвалидов в этих семьях, о чем они мечтают, вот чего бы они хотели, какое у них самое большое желание. И мы от семи таких семей собрали их желание. Кто-то мечтал, это был мальчик, которому 11 лет, чтобы ему иметь радиоуправляемую машинку, чтобы ему просто можно было дома у себя машинку радиоуправляемую иметь. Кто-то мальчик, которому чуть больше под 15 лет, он пожелал, чтобы ему иметь такую камеру, которую можно закрепить, и куда бы ты голову не повернул, она бы могла снимать видео. Кто-то попросил постельное белье и чайный сервиз. И так дальше. Семь семей, семь разных желаний. И мы собрали такой фруктовый набор, собрали корзинку такую фруктовую в каждую семью, и при этом собрали то, что эти люди пожелали в качестве своей мечты. И мы каждую эту семью в канун Рождества посетили с небольшим таким рождественским поздравлением, где присутствовала флейта, скрипка, пение нашей молодежи. И мы в каждую семью принесли немножечко радости. И мы им сказали, мы знаем, что вы мечтали об этом. А Рождество – это время, когда могут исполняться желания. И этим людям говорили о Евангелии, о Святом Божьем имени. И что самое удивительное, мы обращали внимание, как взрослые люди в этих домах, просто когда мы пели, когда вместе с ними общались, и глаза наполнялись слезами. Неужели такое бывает, что кому-то есть дело до твоей боли, да еще и при этом, что ты за это ничего не платишь, а наоборот еще готовы платить другие, которые тебе служат? Оказывается, Иисус так делал и нас этому учит. Недалеко от нас находятся два психоневрологических диспансера. В одном проживает 153 человека, а в другом 127. И мы регулярно эти психоневрологические диспансеры посещаем. Это люди, у которых ментальное отклонение есть, и психическое отклонение присутствует. Причем это люди разного возраста. И что удивительно, ну, это, видите, много можно об этом говорить, что удивительно, мы как-то были очередной раз, и на коридоре стоит женщина и читает книгу. Мы проходим, и директор этого психоневрологического диспансера говорит, брат Игорь Иванович, видите эту женщину? Я говорю, да. Она говорит, вы представляете, у этой женщины два высших образования. У нее высшее юридическое образование и высшее педагогическое образование. Вот ближе там к 60 годам что-то с ментальностью произошло, и она оказалась в психоневрологическом диспансере. Мы регулярно, когда посещаем эти психоневрологические диспансеры, какое мы имеем свидетельство? Мы просто этим людям служим. Поем, говорим им Евангелие, что-то наподобие, как детям 11-12 лет. Простые библейские истории с призывами к молитве, к тому, что может сделать Иисус, у Него можно попросить помощи. И знаете, что, мои друзья, удивительно? Когда мы заканчиваем это служение, уже сколько раз мы имели этих свидетельств, нам руководители с этих психоневрологических диспансеров звонят и говорят, пожалуйста, приезжайте к нам почаще. Потому что, когда вы поучаствуете, как они называют вашим мероприятием, как минимум три дня после вашего визита, у нас в психоневрологическом диспансере тишь и благодать. Никто никого не ругает, не царапает, никто никому настроение не портит. А потом, говорит, все возвращается снова к такой обычной повседневной жизни. И они просто говорят, пожалуйста, чтобы у нас было легче, приезжайте к нам почаще. Я это, друзья, свидетельствую только с одной целью, чтобы просто сказать, что во всяком месте боящиеся Бога люди не сидят сложа руки, а ищут возможности, как служить и нести свет там, где в нем так нуждаются люди. Хочу за это вместе с вами сказать слава Господу! Аллилуйя! Хочу выразить восторг. Восторг тем, что я увидел вас в молитвенном доме. Я был у вас в молитвенном доме не раз, и не два, и не три. И вот сегодня, когда я оказался в молитвенном доме, я даже сделал себе видеообзор, тут еще никого не было, я пришел немножечко раньше. И хочу сказать, друзья, это свидетельство, что вы любите Бога. И как-то один человек сказал очень хорошо, нет ничего более духовного, как что-нибудь материальное. Вы знаете, нигде так хорошо не проявляется духовность, как в материальных вещах. И вот то, что вы любите Бога, это даже видно потому, как вы благоустроили свой молитвенный дом во славу Господа. И причем, я уже говорил вашим братьям, видно не только рука братская, которая тут много технического сделала, но мне кажется, вот с точки зрения дизайна, как это сделано, тут должно быть присутствие быть точно женщин. Потому что, мне кажется, не все мужчины до этого могут додуматься. Поэтому от всей души выражаю восторг и восхищение. И хотел бы поощрить вас, так продолжайте и дальше. Я как-то был в гостях в Германии, и был в таком хорошем молитвенном доме, и я сказал там такую фразу, «Слава Господу, друзья, за вас!» Что мы можем с вас взять пример, как можно сделать то, что можно сделать. Вот я это хочу и вам сказать. Спасибо большое, что в том числе и благоустройство молитвенного дома вы можете служить примером, как можно благоустроить и сделать то, что может служить Богу во славу. Аллилуйя! Велик Господь! Тех священного писания, с которого хочу начать мое рассуждение, оно будет не длинным, не большим, и хочу пригласить вас к молитве. Это Матвея 20 глава, 26 стих. Матвея 20, 26. И вот как звучит этот текст. «Но между вами да не будет так». Матвея 20, 26. «Но между вами да не будет так». Есть определенные вещи, которые во взаимоотношениях между людьми быть должны. А есть определенные вещи, которых между людьми быть не должно. Вот согласитесь, когда родители смотрят на своих детей, они же ведь ожидают, что во взаимоотношениях между людьми, между детьми будут определенные качества. Например, такие, как делиться или помогать друг другу. И хорошо, когда родители детям говорят, ну-ка убери посуду за своего братика, в этом же нет ничего странного. Ну-ка поделись яблоком, которое у тебя в руках. Во взаимоотношениях между нами определенные вещи должны быть, а определенных быть не должно. Так вот я хотел бы назвать две вещи, которые в наших взаимоотношениях, как среди Божьего народа, они числиться не должны. Что же это за вещи? И я приведу несколько текстов из Писания и попытаюсь чуть шире раскрыть, что это за опасные вещи, которых между нами быть не должно, но иногда они, к сожалению, проявляются или проявить себя могут. Книга апостола Юды, 1 глава, 16 стих. И вот как здесь в 16 стихе написаны слова. Вот слова, которые написал апостол. Это ропотники ничем недовольные. Юды 1, 16. Это ропотники ничем недовольные. То, чего между нами быть не должно, это такого качества, как ропота и недовольство. И если мы зададимся вопросом, почему этого быть не должно, потому что оно имеет пагубные и негативные последствия. Ропот – это вещь не только перед Богом несправедливая, но она по отношению к человеку еще и опасная по своим последствиям. В чем же опасность ропота? Читаю Евреям, 3 глава, 15 стих. Евреям, 3, 15. Читаю вторую часть этого стиха. И вот как он звучит. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Послание к евреям, 3 глава, 15 стих. Хочу, чтобы вы обратили внимание на эту фразу. «Не ожесточите сердец ваших». И обратите внимание, дальше указано, что же к этому приводит. Как? Во время ропота. Оказывается, во время ропота над твоим сердцем происходят определенные процессы. И вот апостол Павел в этом тексте из Писания эти процессы нам с вами описал. И они звучат очень просто. «Не ожесточи своего сердца». А когда это может с тобою произойти? Как? Во время ропота. Первое, мои друзья, чем опасен ропот, он твое сердце негативно и опасным образом на него воздействует. Чем же это может закончиться воздействие? Твое сердце из мягкого и доброго станет ожесточенным. А если говорить от обратного, недовольство и ропот сердце ожесточает, тогда скажите, пожалуйста, а что же тогда может помочь нашему сердцу стать мягче? И, наверное, рассуждая от обратного, прийти к этому ответу очень несложно. Ропот ожесточает, а благодарность и довольство сердце человека делает мягче. Вот почему каждому из вас хочу сказать, мои друзья, давайте в нашей жизни ропота никогда не допускать. Потому что это, во-первых, Господу неприятно, а во-вторых, твое сердце находится под опасным воздействием. Оно не становится лучше, оно не становится мягче. Ропот – это состояние, когда твое сердце воздействует, на него воздействие оказывается, и это воздействие неприятное. Сердце становится жестче. Следующий текст – это первое послание Коринфянам 10.10. Первое Коринфянам 10.10. Первое Коринфянам 10.10. Написано прямо так начинается этот текст такого заявления. «Не ропщите!» Вот апостол Павел прямо так и призывает. А дальше он говорит, почему это опасно. «Как некоторые из них роптали». Обратите внимание, здесь Павел упоминает кое-какую категорию людей, которые в своей жизни практиковали ропот. А теперь обратите в этом тексте внимание, чем же это для них закончилось. «И погибли от истребителя». И вот я хотел бы следующий тезис сделать из этого текста. Вы знаете, друзья, что делает ропот с тобой? Он делает себя кандидатом встречи с Божьим гневом. Потому что эти люди, которые погибли от истребителя, это было проявление Божьего гнева по отношению к этим людям. Но что же стало причиной, что они встретились с Божьим гневом? И прямо в этом тексте так и написано, «Как некоторые из них роптали, и как следствие погибли от истребителя». И я, друзья мои, говорю это вам, говорю это самому себе. Ропот – это опасная вещь. Оно твое сердце делает жестче. Раз. Второе – оно тебя делает кандидатом встречи с Божьим гневом. Но я не думаю, что мы хотели бы в этом списке кандидатов числиться. Я думаю, каждый из нас хотел бы, если бы и числиться, то в списке кандидатов встречи с Божьим благословением. Так что же тогда надо для этого сделать? Не ропщите, говорит Священное Писание. И если мы с вами можем говорить, если ропот меня делает кандидатом встречи с Божьим гневом, то что же меня может сделать тогда кандидатом встречи с Божьим благословением? И ответ очень простой. Благодарение. Благодарность и довольство – это то важное, прекрасное состояние, которое сердце твое делает добрее. Раз. Во-вторых, оно делает тебя кандидатом встречи с Божьим благословением. Два. Аллилуйя. И именно поэтому между нами, да не будет людей, которые практикуют ропот в доме своем, на работе своей, в собрании и вообще в целом в своей жизни. И Библия призывает филиппийцам 2,14. Филиппийцам 2,14 стих. И вот как он звучит. Все делайте без ропота. Вот обращаю ваше внимание, в каких же сферах нашей жизни должен отсутствовать ропот. Филиппийцам 2,14 фраза конкретная и ясная. Все делайте без ропота. Абсолютно все сферы нашей жизни, они должны исключать вот это негативное качество, как недовольство и ропот. Я припоминаю, был в гостях в семье, где была семья из 12 детей. Мать, отец, они имели 12 детей в этой семье, нас приняли в качестве гостеприимства, нам оказали такое радушие. И когда это было во время обеда, тарелки, которые были поданы, в которых нас угощали, были убраны со стола и были отнесены в мойку. И то место, где я сидел за столом, через дверной проем, мне была видна мойка, куда отнесли грязную посуду. И вот я задаю вам вопрос, скажите, друзья, все делайте без ропота, а тогда как нужно все, что по жизни мы делаем, как же нам тогда это нужно делать? И Священное Писание вас и меня призывает, чтобы мы были людьми, которые за все благодарят. И вот эта женщина, мать 12 детей, она подошла к мойке. Вообще, можно ли мыть посуду и при этом испытывать при этом благодарность? Вот просто подвергните анализу вот свою семью. Правда же, когда вы определенного сына или дочь определяете, кто сегодня будет мыть посуду, вы говорите, сегодня посуду будешь мыть ты. Правда же, ваш сынишка реагирует так, благ Господь удостоил меня этой чести. А окружающие говорят, а чего он? Я тоже хочу. В большинстве случаев реакция чуть другая. Не особо-то это вызывает восторг и ликование. Так вот, я обращаю ваше внимание, семья 12 детей. Мама подошла к мойке, где уже была грязная посуда сложена. И знаете, что она сделала? Она взяла грязную тарелку, взяла губку, где было моющее средство, и после этого подняла глаза к небу и сказала такую короткую фразу. Слава тебе, Господи, что в моем доме было чем эту тарелку вымазать. А после этого взяла и начала мыть тарелку. И я задаю вопрос, так а можно мыть посуду без ропота? Можно ли выполнять любую другую работу и при этом не роптать, а благодарить? И я уверяю вас, это возможно. Другое дело, чтобы просто у вас и у меня от начала было правильное настроение на сердце. Не роптать, а благодарить. Первое в Фессалоникийцам 5.18. Первое в Фессалоникийцам 5.18. Обращаю ваше внимание, Библия говорит, чтобы мы не роптали. Тогда что же нам надо делать? Все, что мы делаем, не должно сопровождаться ропотом. И вот этот текст, Первое в Фессалоникийцам 5.18, вот как он звучит. За все благодарите! И если еще кто-то сомневается, может быть это просто авторство Павла, апостола Павла, то давайте прочитаем этот текст дальше. Ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе. Оказывается, Господь ожидает и от тебя, и от меня, что ты по жизни будешь благодарным Ему человеком, а не ропотником. Мне понравилась как-то фраза, которую я как-то прочел, и она мне очень понравилась. Озвучала она так, Бог благоволит, Бог не благоволит к людям, которые ропщут по всякой мелочи, но Он благоволит к людям, которые радуются всякой мелочи. И я это хочу вам сказать, не будьте людьми, которые ропщут и негодуют по любой мелочи. Будьте людьми, которые по любой причине имеют повод воздать Богу славу. У нас был такой старец в церкви, которого звали брат Марк. К тому времени он уже достиг возраста почти 70 лет, и вот зимой он спускался к молитвенному дому, там с одного уровня, чтобы спуститься на другой, где-то 7 ступенечек надо пройти. И вот наш брат Марк, может, молодые люди зимой не совсем хорошо почистили снег, наш брат Марк на первой же ступенечке подскользнулся, и по каждой ступенечке до самого низа просчитал количество этих ступенек. Молодежь, которая была там, затаив дыхание, думала, что же сейчас брат Марк сделает. А он встал, встряхнул с себя снег, и так поворачивается к молодежи и говорит, «Эх, так весело, последний раз только в школьные годы с горки съезжал». И я сам себе подумал, оказывается, даже с благодарением можно с горки по ступенькам спуститься. Но это при одном только условии, если человек не заражен ропотом и недовольством, а его сердце наполнено благодарностью. Детские истории, они иногда очень полны прекрасного и глубокого смысла. Мне как-то одна детская история попалась, я ее прочел, и вот хочу вам ее пересказать. Одна девочка, она пыталась узнать, мир вокруг он какой? И она думает, ну, кого же спросить? Поднимает глаза и видит облачко дождевое. Не думает, ну, облако, ветер перемещает далеко, облако видит много, точно мне расскажет, какой это мир. И она обращается к облачку и говорит, облачко, облачко, ты далеко путешествуешь, многое чего видишь, скажи, мир он какой? И облачко отвечает девочке и говорит, девочка, мир – это очень грустная вещь. Всегда много влаги, много сырости, всегда это сера, всегда это тяжело и влага, и холод, и прохлада. И вздохнула девочка, подумала, как же все-таки сложно в мире, который вокруг, но ее посетило мудрое желание. Она подняла глаза, увидела солнышко и думает, дай-ка еще спрошу солнышко, что ж такое мир? И спрашивает, солнышко, ты так высоко находишься, видишь так далеко, что такое мир? И солнышко, девочка отвечает, говорит, солнышко, солнышко отвечает, девочка, говорит, девочка, мир – это все залито светом, кругом много тепла, отражает много благоухания, аромата и всякого прекрасного и замечательного. Я хочу вам, друзья, сказать, что если вы по жизни встретите людей, у которых в сердце дождевое облако, ропота и негодование, и вы у них спросите, ну как жизнь в Америке? Знаете, что вы услышите? О, ужас какой! Да просто не высказать, какой здесь кошмар, трагедия, беда и так дальше. И если вы в этом же городе встретите человека, у которого в сердце согрето солнцем правды, божьей любви и тепла, и спросите, ну как тебе жизнь в Америке? Он вам скажет, не знаю ли вообще, есть ли на земле что-то лучшее, чем жизнь, которую я имею здесь. К чему я это вам говорю, друзья? Если твое сердце сражено ропотом тьмы и серости, тебя ничто не порадует, абсолютно ничто. Ты везде и по любой причине будешь исполнен недовольствой ропота. И что важно, чем дольше ты ропщешь, тем твое сердце становится еще более ожесточенным, а ропщешь еще громче, да еще и при этом становишься кандидатом встречать с Божьим гневом, а не с благословением. И наоборот, если твое сердце пропитано благодарностью, во-первых, оно каждым разом становится мягче, добрее, благодарности больше, и ты потенциальный кандидат встретиться с обильным Божьим благословением. Аллилуйя! И я хотел бы поощрить вас, друзья, к тому, чтобы никто из вас никогда в списке ропотников не числился во имя Иисуса Христа. И у меня есть один друг, он здесь в Америке живет, у него есть небольшой бизнес, он занимается грузоперевозками. И для этого он иногда приглашает, ну как приглашает, нанимает водителей, которые управляют его машинами и таким образом зарабатывают себе, ну и ему какие-то деньги. Вот моего друга Дмитрия, это его наблюдение, не мое, а его. Он говорит, знаешь, Игорь, когда я нанимаю водителя к себе в компанию, приблизительно первый год, говорит, я слышу бесконечную хвалу и восторг. О, Дима, если бы не ты, где бы я зарабатывал, каким бы образом бы оплачивал всю свою жизнь, коммунальные там и так дальше, и так дальше. Он говорит, приблизительно со второго года благодарность заканчивается и начинается просто тихое молчание. Он просто молчит. А говорит, где-то с третьего года начинается бурчание. Ты думаешь, это я себе деньги зарабатываю, когда езжу на твоих машинах? Это же я тебя обогащаю. И знаете, я из этого наблюдения сделал вывод. Знаете, мои друзья, если ты уже перестаешь мало благодарить, ты уже, значит, привык к тому доброму, что тебе дает Господь. И значит, ты уже в одном шаге от того, чтобы начать роптать. И если у тебя уменьшается благодарность, мой друг, корректируй свою жизнь и возвращайся снова в список благодарных. Но не останься в списке тех, кто уже просто молчит. Если ты просто молчишь, ты в одном шаге от того, чтобы в списке ропотников оказаться. Я поощряю вас всех без исключения, чтобы вы и я были людьми, которым не знаком ропот, которые не знают о ропоте ничего, потому что их сердце наполнено благодарностью и хвалой. И я во имя Иисуса вас поощряю к этому. Также, я думаю, может, кто-то из вас слышал эту фразу. Мне она очень понравилась, когда один человек сказал другому. И сказал так. Никогда, ни при каких обстоятельствах не говори, что тебе жить плохо. А дальше он сказал. Потому что Бог это может услышать и сделает твою жизнь в десять раз хуже, чтобы ты понял, что такое плохо на самом деле. Лучше будь перед Господом человеком, который говорит, Господи, я тебя благодарю за хорошую жизнь, которую ты мне дал. Бог это может услышать и сделает твою жизнь в десять раз лучше, чтобы ты понял, что такое хорошо на самом деле. Потому ропот это заказ от Бога получить урок, который может закончиться тем, что жизнь станет еще тяжелее, чем была. А благодарность это путь к тому, что жизнь станет еще лучше. Если ты благодарен за малое, то почему бы тебе не дать и большее? И наоборот, если ты имея много не можешь благодарить, то, скорее всего, у Бога будет возможность отнять и то, что ты имеешь. Потому что ты просто неблагодарный от того, что от Его руки имеешь. Итак, первое, между нами да не будет так. Да не будет между нами ропотников. Ропотников в домах, ропотников на работе, ропотников в собрании святых. Но напротив, как Писание говорит, чтобы у вас и у меня мы были благодарностью, наполненными людьми и за все всегда благодарили. У нас один из братьев был в одной семье, ну и там были свои напряжения в семье. Брат посетил эту семью, начал общение и увидит там такое короткое замыкание, там такие искры летят между супругами. И вот он обращается к жене и спрашивает такой вопрос. Скажи, говорит, пожалуйста, а ты когда-нибудь Бога за своего мужа благодарила? И вот каким был ответ этой сестры. Она говорит, мне и в голову это не приходило. А я задаю теперь вам вопрос. Скажите, пожалуйста, братья, а вы благодарны Богу за то, что Бог наградил вас женами? Сестры, а вы благодарны Господу за то, что Бог наградил вас мужьями? Братья и сестры, а вы благодарны, что Бог наградил вас сыновьями и дочерьми? Дети дорогие, вы благодарны Господу за то, что имеете бабушек, дедушек, папу и мамы? Оказывается, друзья, можно быть Господу благодарным за все. Благодарным за воздух, за здоровье, за близких, за друзей. И как раз-таки этого-то Господь от вас и от меня и ожидает – благодарности. Я поощряю вас к тому, чтобы между нами, ропотников, не было, а благодарность умножалась и увеличивалась. Второе качество, которое я отмечу, которого между нами быть не должно, это Бытие 3 глава, прочтем с 11 стиха. Бытие 3,11. И вот что в этом тексте написано. Написано так. «И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Это разговор Бога с Адамом. И причем это время, когда Адам с Евой уже нарушили Божью заповедь. Они взяли запретный плод. Теперь обращаю ваше внимание на содержание вопроса, с которым обращается Бог к Адаму. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» В этом вопросе выглядит так картина, как будто бы Бог чего-то не знает. И от общения с Адамом он сейчас этот недостаток, он его устранит. Но есть ли что-то, что от Бога скрыто или ему неизвестно? Нет, Бог всезнающий. Он абсолютно все видит, разумеет, понимает. Нет ничего, чтобы было от него скрыто. Но здесь написана такая фраза. «Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Что же за интересный такой вопрос, который задает Бог, обращаясь к Адаму? Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что может человеку помочь исправить его ошибки. Это покаяние. Покаяние дает человеку право исправить ошибки, которые он в своей жизни допустил. Вот что делает Бог? Бог делает так. Вот здесь он задает Адаму вопрос так, чтобы помочь Адаму покаяться. Потому что покаяние подразумевает, что человеку нужно рассказать, что он сделал, описать ситуацию, которая произошла. Бог же в данном случае, который знает, что произошло, он задает вопрос Адаму так, чтобы помочь ему покаяться. И обратите внимание, Адаму не надо было рассказывать всю историю сначала, потому что в самом вопросе уже добрая часть повествования присутствует. «Не ел ли ты с дерева, с которого я запретил тебе не есть?» И знаете, как легко было бы Адаму покаяться? Ему нужно было сказать только одно. «Ел, каюсь, но только Адам так сделать не смог». Почему? Да потому что, когда человек виновен, он чувствует тяжесть. И тяжесть вины – это очень тяжелое чувство. Люди, чем дольше с чувством вины живут, тем тяжелее это чувство на их сердце давит. С чувством вины людям жить тяжело. И вот люди ищут, с кем бы им этим чувством вины поделиться. И если мы будем с вами читать следующий стих, а это как раз таки 12. И вот что Адам сказал. Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево, и я ел». Вы можете обратить внимание, что Адам чувствует себя виновным перед Богом. Он чувствует себя, и вина его давит, томит. И вот он теперь думает, ну с кем бы поделиться этим чувством вины. И в ответе Адама вы найдете, с кем он поделился. Он пальцем показал на Бога, «Ты мне дал жену». И пальцем показал на жену, «Она дала мне, и я ел». И обратите внимание, он не отрицает, что он ел. Но что он сделал, он свою личную вину перед Богом поделил на троих. Часть Богу, часть жене и немножечко себе. И вот знаете, что удивительно, друзья? Вот так люди по жизни поступают. Наверняка вы, наверняка в своих домах могли видеть такую ситуацию, когда, к примеру, вы пришли домой, а у вас ваша любимая ваза разбита, или там чайный сервис весь рассыпан. И вы понимаете, что это кто-то из детей проявил свое творчество тем, что ваза разбита. И что вы делаете? Вы просто обращаетесь к детям и говорите, кто разбил вазу. И, как правило, тот, кто ее разбил, ему очень тяжело всю вину взять на себя. Он, конечно же, ищет с кем бы поделиться. И, как правило, дети обычно это делают так. Мама, ты знаешь, Миша меня позвал, а Коля в это время пробегал. Вот она у меня с рук упала и разбилась. И вот так ребенок на троих поделил, и ах, и самому от этого легче стало. Вот именно так устроен человек. Он делится виной с другими людьми. Может быть, мы бананом, шоколадкой, конфетой не всегда поделимся. А вот чувством вины, уверяю вас, мы очень щедро делимся с другими людьми. И вы можете обратить внимание, почему Бог начал этот разговор с Адамом там в Едемском саду. Если они уже нарушили, возьми их, выгони их сразу из Едемского сада. Но вы можете обратить внимание, Бог почему-то посчитал нужным поговорить с людьми. И я не исключаю, что это был шанс остаться им в раю. Но только при одном условии. Если покаетесь, если истинно, искренно исправите то, что произошло, может, тогда в саду Едемском и останетесь. И вы можете обратить внимание, Адам этот тест не сдал. И Бог переключился на Еву. Это тринадцатый стих следующий. И сказал Господь жене, что ты это сделала? Жена сказала. Теперь очередь Евы. Она тоже чувствует себя обремененной чувством вины и думает, ну с кем бы, ну с кем бы, ну с кем бы поделиться. На Бога не покажешь пальцем. Адам тут тоже ни при чем. Она думала, думала и задает вопрос, нашла с кем поделиться. И вот читаем дальше. И вы можете обратить внимание, друзья, что и Адаму, и Еве Бог задавал вопрос от первого лица. Не ел ли ты, а Еве что сделала ты? И обратите внимание, Бога не интересовали другие вещи. Он говорил, ты, что сделал ты? И вот Адам поделил на троих, а Ева на двоих. Себе оставила и змею передала часть. И я теперь вам задаю вопрос, а почему Господь их выгнал из сада Едемского и поставил ангела с огненным мечом? Знаете, мои друзья, почему? Потому что то, что сделали Адам и Ева, это покаянием выглядело, но покаянием не являлось. Потому что покаяние – это тогда, когда ты никого в своих ошибках не обвиняешь. И это второе, что я хотел бы сегодня вам и самому себе сказать. Никогда никого не обвиняй в ошибках, которые в своей жизни допустил ты. В словах ли или в действиях ли. Потому что это слова, сказанные тобой. Это поступки, сделанные тобой. А значит, и ответственность за все сказанное и сделанное надо набраться мужества и взять это на себя. Но вот человек так устроен, что ему всегда хочется на кого-то пальцем показать. У нас было членское служение, на котором мы одного из наших членов церкви подвергали церковному взысканию, отлучению от церкви. Причем накануне мы в братском совете с этим человеком говорили, этому брату наставление давали и говорили на членском служении. Где ты будешь объявлен отлученным от церкви человеком, ты можешь обратиться к членам церкви и проявить первый, серьезный плод твоего духовного покаяния. И ты можешь обратиться к церкви и сказать, простите, что жил недостойно, что допустил такой грех. Простите, что я недостоин называться и быть причастным к святой церкви. Мы ему говорили, это прекрасная возможность тебе начать свою жизнь восстановления с глубокого покаяния. Ну вот вроде бы как нужное наставление мы этому брату дали. Он вышел вперед и обращается к церкви. И вот это вот его обращение к церкви, это у меня оно вошло уже в историю. Я уже не в одном месте это рассказывал. Знаете, как он начал обращаться? Он начал обращаться и говорит, да, я согрешил, да. Но знаете почему? А дальше указывает пальцем на одного брата. Когда ты мне последний раз звонил, а? Другому раз, говорит, ты когда меня с днем рождения поздравлял? Что скажешь? И знаете, он начал так показывать пальцем на всех присутствующих. А рядышком со мной сидел наш диакон, его брат Леонид зовут. И он так мне на ухо говорит такую фразу. Игорь, я не могу понять, это сейчас слова кающегося грешника или это проповедь Билли Грэма, призывающего нас к покаянию. И я говорю, похоже больше на проповедь Билли Грэма. Я думаю, вы улавливаете мою мысль. Знаете, мои друзья, человек, когда он падает, вы можете обратить внимание, в большинстве случаев он вокруг себя начинает кучу виновников видеть. Из-за тебя, по твоей причине, и ты, и так. И вот эта история была в Едемском саду. И обратите внимание, почему они были отправлены из Едемского сада? Почему они не встретились с Божьей милостью? Потому что мудрый Соломон сказал такие слова. Кто оставляет, кто оставляет, оставляет беззаконие. И кто сознается в этом беззаконии, тот будет помилован. Оказывается, мои друзья, для того, чтобы встретиться с Божьей милостью, надо выполнить определенные условия. И одни из этих условий – никогда никого не вини. Я приведу последний текст, из которого подведу мысль вот эту к финишу, и после этого к выводу нашего рассуждения приведу. Первая книга «Царств 22.22». Первая «Царств 22.22». Здесь есть одна прекрасная фраза, на которую хочу обратить ваше внимание. И сказал Давид Авиафару. «Я знал в тот день, когда там был доик и думеянин, что он непременно донесет Саулу». И вот фраза, на которую я обращаю ваше внимание. «Я виновен во всех душах дома отца твоего». Кто такой Авиафар? Авиафар – это человек, у которого отец был священником. И этот отец Авиафара, священник, Давиду очень помог. Он его накормил хлебами, дал ему меч Голиафа. И после этого Саул позвал отца Авиафара и сказал ему, «Ты непременно должен умереть, потому что ты помог вроде как врагу моему, Давиду. Накормил его хлебами, дал ему меч, который принадлежал Голиафу». И в конечном итоге Авиафар лишился отца. А лишил его жизни Саул. А лишил он его за то, что тот помог Давиду. И вот хочу, чтобы вы обратили внимание. Вот эта встреча Давида и сына, у которого сейчас не стало отца. И я хочу, чтобы вы обратили внимание, как мог Давид сказать. Давид мог сказать так. «Смотри, какой Саул негодный. Рука не дрогнула поднять руку на помазанника, на отца твоего, на священника. И смотри, нашлись негодные люди, которые приказ царя выполнили. Мог ли Давид тогда, глядя в глаза сыну, лишившегося отца, сказать так? Легко мог. Он мог эту вину раскидать на 15 человек, но при этом сказать, ну и я допустил ошибку, что не вовремя заглянул к твоему отцу, и он мне дал хлебы. Но вы можете обратить внимание на здесь прекрасную и ценную фразу. Он говорит, я виновен в смерти всех в доме отца твоего. Обратите внимание, он смотрит в глаза тому, кто лишился отца. И он, глядя ему в глаза, никого больше виновником не признает, а говорит, я виновен во всем смерти во всех в доме отца твоего. И вот эта фраза, я виновен, друзья, она очень ценная. И если каждый из нас умеет свои ошибки исправлять, ни на кого не показывая пальцем, тогда ты встретишься с Божьей милостью. Именно это от нас и ожидает Господь. Я привожу последний к выводу, прихожу, у меня где-то лет 17 назад был сон. Вот я не иначе его называю сон, я ночью его видел, и просто вам его перескажу, и я думаю, вы со мною согласитесь, что это не иначе было, как Божье вразумление. Ночью во сне я еду на автомобиле. У меня на автомобиле на спидометре 60 км в час – это скорость, с которой я управляю машиной. Я заезжаю в населенный пункт, где стоит знак 40 км. Значит, дальше мне нужно скорость снизить и ехать 40 км в час. Но я продолжаю ехать 60. Проехал я немного, и меня останавливает полицейский. Я остановился не возле полицейского, а проехал метров 25-30 немножечко дальше полицейского. Вышел из машины, и вот только выйдя из машины, держа в руках документы на автомобиле своего водительского удостоверения, выйдя из машины, возле меня оказался мужчина. Лет чуть больше 50, красиво одет, у него такая приятная внешность и такой мягкий бархатный голос. И он обращается ко мне и говорит, если ты хочешь остаться с водительскими правами, вот тебе мой совет. Садись обратно в машину и газуй отсюда. Но газуй осторожно, ибо уже многие газовали и вдребезги разбились. Я стою и рассуждаю, идти к полицейскому или сесть в машину и уезжать. А он, продолжая, говорит мне, если ты хочешь остаться с водительскими правами, вот тебе мой совет. Этот полицейский никого не прощает, никого не милует, он всех карает, всех наказывает, всех штрафует. Поэтому хочешь остаться с водительским удостоверением, садись в машину и газуй отсюда. Но газуй осторожно, ибо уже многие газовали и вдребезги разбились. Но я набрался мужества и не в машину сел, а к полицейскому пошел. Подошел к полицейскому, отдал ему свои документы. Он из моих документов в базу данных ввел мою фамилию и имя, и после этого я на экране вижу, что за мной числится два нарушения. Если он сейчас в базу данных внесет третье, он ко мне должен применить какие-то санкции, какие-то штрафные действия. Но прежде чем это сделать, он поворачивается ко мне, смотрит мне в глаза и, не моргая, спрашивает. Виновен? И вот это интересное переживание, которое я имел, если вы когда-то, вас останавливал полицейский за превышение скорости, и когда он вас остановил, после этого спрашивает, ну и куда так спешим? То почти у каждого из нас куча уважительных причин, почему именно сегодня я ехал чуть быстрее, чем обычно. Мама, папа, детский сад, школа, что угодно. Вот он спрашивает, виновен? И ведь хочется найти причину для того, чтобы свою вину уменьшить. И я смотрю ему в глаза, тяжело вздыхая, отвечаю, виновен. И во сне вся картина меняется, и я вижу нашу планету Земля, и мое слово виновен перемещается куда-то вверх. Виновен, 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 виновен. И когда достигает самой последней точки, рука нажимает кнопку, и над поверхностью Земли было написано русскими буквами слово милость. И когда я проснулся, я сто процентов понял, о чем идет речь. Бог установил правила духовного движения здесь, на земле. Они нам изложены в учении Иисуса Христа. И когда мы их нарушаем, тут же нас останавливает Господь, через совесть останавливает. И просто говорит, подойди ко мне. Но когда это начинает в твоей жизни работать, тут же ты услышишь и другой голос. Это голос врага, который начнет тебе говорить, ты что, решил покаяться? Ты что, на самом деле решил встретиться с Богом? Ты что? Давай прыгай, газуй, убегай, прячься. Это то, что делал Адам в Едемском саду. Прятался в кустах, надел на себя смоковные листья. Вот враг многих людей убеждает. Убегай, прячься. Ты убежать можешь от кого хочешь, но от Создателя и Творца не спрячешься. Но если ты наберешься мужества и придешь к Богу, знаешь, что Он тебе спросит? Один только вопрос. Так ты виновен в том, что ты сделал? Ты виновен в том, что ты согрешил? И вот тут теперь вопрос о том, что мы ответим. Или мы ответим, как Адам и Ева, на жену, на брата, на друга, на приятеля, на начальника, или ответим, как Давид. Скажем, я виновен. Я хотел бы поощрить вас к тому, друзья, чтобы вы никогда никого не обвиняли в ошибках, которые сделали вы. Если сделал ошибку ты, возьми ответственность на себя. И если ты, пред Богом взяв ответственность за свои ошибки на себя, пред Богом скажешь, Господи, я виновен, это удивительное дело, на тебя от Господа спустится Божья милость, потому что любой искренний сердцем человек у Бога находит благоволение и его святую руку благодати. Пусть же Господь благословит нас, чтобы между нами не было не ропотников, а были люди благодарные, всегда исполненные хвалы, и чтобы между нами не было того, чтобы мы обвиняли других в ошибках, которые сделали мы. Но напротив, допустив ошибку, сделай, как Давид, сказав, Господи, я виновен. Ни на кого пальцем не показываю. И тогда Божья милость будет не то, о чем ты мечтаешь, а то, с чем ты встретишься. Переживешь прощение, обновление и исцеление твоей жизни и твоей судьбы. Я призываю вас, склонив наши колени, обратиться к Господу и попросить у Него милости, чтобы между нами не было ни ропота, ни обвинения других в ошибках, которые делаем мы. А напротив, мы были исполнены благодарности и довольства, и были людьми, которые умеют и имеют мужество признать свои ошибки, ни на кого не показывая пальцем, пред Богом сказать, я виновен, и встретиться с Его милостью и благодатью для своей жизни. Аминь. 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 Аминь.